Саша, скажите, пожалуйста, как благотворительные фонды могут подключиться к платформе Добро Майл.ру, какую процедуру им предстоит пройти и сколько по времени это занимает? Для того, чтобы стать частью Добра Майл.ру, прежде всего, некоммерческая организация должна быть зарегистрирована. Добро работает только с зарегистрированными благотворительными фонами. Попасть на Добро довольно сложно, как раз потому, что проверка организации занимает достаточно большое количество времени. Проверка состоит из нескольких этапов. Первый, самый важный и серьезный этап – это проверка репутации. Ее осуществляет наш партнер United Way. Есть целый ряд критериев, по которым проверяют предательные организации. И на выходе мы получаем экспертные и серьезные рекомендации о том, стоит ли нам сотрудничать с той или иной благотворительной организацией. После того, как мы получили ОК от наших партнеров, поняли, что эта организация действительно стоит работать с нами, мы просим целый ряд документов, которые уже проверяют юридическая служба и служба безопасности. Этот процесс, он не быстрый, однако это позволяет нам быть уверенными в том, что все фонды, которые есть на Добре, все организации, они прекрасны, честны, чисты, и мы можем с легким сердцем предложить их проекты нашей большой и очень хорошей аудитории. Важно, что сейчас мы заинтересованы в сотрудничестве, прежде всего, с фондами из регионов России. Это, естественно, аудитория у нас федеральная, и для людей оказывается очень важным помогать в том городе, откуда они родом. Например, они родились в Казани, переехали в Москву, но по-прежнему хочется помогать всем людям, которые остались в родном городе, и для них важно помогать той организации, которая есть именно там. Поэтому мы, конечно, отвечаем на запрос наших пользователей и стараемся находить прекрасные организации в регионах. И для них это еще важно, потому что не так просто фонду из маленького города содержать собственный сайт, оплачивать работу системного администратора, поддерживать инфраструктуру, делать дизайн сайта простым, удобным и понятным пользователям. В таких случаях добро становится своеобразной заменой этому, потому что у нас уже есть удобная платформа, удобный интерфейс для того, чтобы жители из этого маленького города могли увидеть эти проекты и сразу же им помочь.